Как найти ответы на сложные вопросы всего за 60 секунд? Об этом знают не понаслышке эрудиты, участники открытого чемпионата знаменитой игры «Что, где, когда». Более 10 лет она объединяет сотни славянцев в едином порыве – борьбы за знания. Недавно в нашем городе прошел первый тур этой игры, но состоялся он в совершенно новом формате. Подробнее об этом расскажут Надежда Неткачева и Игорь Ванчуков. 15 января в шахматной школе «Белая ладья» собрались молодые интеллектуалы Славянского района, чтобы побороться за зимний кубок в игре «Что, где, когда». Поскольку с этого года открытый чемпионат проходит в новом формате, то ставшая уже традиционной игра «Что, где, когда» – это, так сказать, первая ступень фестиваля интеллектуальных игр. Мы проводим наш фестиваль с обычной целью, с которой мы проводим все наши игры, чтобы участники получали знания. Ну а итогом будет хороший приз, кубок от управления правилом молодежи, от администрации. Ну и, конечно же, призеры будут награждены также грамотами. Мы планируем в будущем проводить разного формата соревнования, скажем так, свою игру, брейн-ринг, эрудит-квартет и так далее. Но сегодня, так как пробный фестиваль запускаем, мы поиграем «Что, где, когда» в спортивном формате, в котором мы всегда его проводим. Учащиеся и студенты активно отвечали на вопросы. В игре приняли участие 14 команд. Чтобы победить в интеллектуальном состязании, нужно на маленьком листочке бумаги указать название сборной, номер вопроса, правильный ответ и сдать его быстрее остальных команд. Успешнее всего с этой задачей справилась команда «Кремень» лицея номер один. Второе место заняла команда «Аитовцы-славяне» из Анапского индустриального техникума. А третье место – команда «Википедия» школы номер 16. Впереди у ребят новые, более сложные этапы фестиваля интеллектуальных игр, о которых мы будем рассказывать в следующих выпусках программы «События». Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».